На твиче новую хуйню учудили. Теперь всех стримеров, которых будут обвинять в сексуальных домогательствах, будут выгонять и пожизненно банить на платформе. И это просто охуенно смешно, потому что я помню времена, когда стримеры еще не могли сексуально домогаться, как и блогеры, то есть там из, я не знаю, 20 тёлок ты мог найти только одну, которая была в курсе, что такое ютуб или твич, и было не проще тебе пососать. А теперь за это пожизненно банят. Ёбаный в рот. Я просто, где конкретно проходит для твича граница между шуе и каким-то уважением к людям? То есть, понятно, что сексуальное домогательство это плохо, но как насчет того, что это имеет место, когда, например, какой-то начальник докапывается до секретарши, которая боится потерять работу, или что стримеры это просто, блять, стримеры на твиче. То, что они сексуально домогаются до какой-то фанатки, это вообще, блять, не повод их, блять, блокировать. Они имеют полное право сексуально домогаться, потому что, открою вам тайну, если вы сексуально домогаться не будете, вам никто и не даст, блять, будете терпилами и френдзонщиками. Но пожизненный бан просто за то, что чувак какой-то пристает к фанаткам и хочет их выебать. Ебать, давайте еще, я не знаю, Мика Джаггера какого-то забаним, он переебал тысячи телок, блять, за всю свою рок-карьеру, тип, никому, ёб-то, не отказывал, выбирал самых сочных, нахуй. Так где границы-то проходят, блять, это... Представляете, то есть для кого-то это может быть вот такой хуйней, что вся карьера, все деньги, все эти донаты, у них же в США они зарабатывают как мы в рублях, только в долларах, блять, стримеры. Вы только представьте, все контракты, вся хуйня, просто из-за того, что он нажрался там, блять, ёб-то, и полез лапать, блять, на вечеринке какую-то бабищу, а она потом через несколько лет побежала, расплакалась и рассказала, каком-то там, нахуй, kataku.com, блять, и теперь этого чувака, блять, там будут пожизненно банить, что это за шакальская ебанутая политика, твич, ёбаный в рот, блять, это же стримеры, у них нет персонала, они не могут, тут понятие сексуальное домогательство, оно вообще никак не применимо, потому что никто, блять, этим стримерам ничего не должен, блять, то есть подходит он, начинает к бабе какой-то приставать, говорит, я стример, дай мне, блять, ёб-то в жопу, она может просто сказать, пошел ты нахуй, стример, и все. Это не сексуальное домогательство, когда нету элемента принуждения. Ой, ну конечно, да, он так, он просто вынудил меня отсосать ему, потому что он постоянно рассказывал о том, какой он популярный, сколько у него репостов в инстаграме, и тут мой рот открылся, и я ему соснула, и вот спустя несколько лет я решила, что он мной воспользовался, это определенно было сексуальное домогательство. Ой, идите вы нахуй, блять, твич это просто самая, блять, ёпта, прогнившая платформа, блять, я не удивлюсь, если она сама себя изничтожит подобной хуйней. Я, честно говоря, не знаю, кто управляет твичом, но вот эта модель управления по Илону Маску, как я ее называю, блять, ёпта. Сам-то Илон Маск живет и все свои особняки оплачивает исключительно на закладные, у него, блять, все акции в залоге, нахуй, то есть, по сути, это такой, блять, тоже мавроди, нахуй. И когда вот он на каком-то эфире, блять, начинает курить косяк, или просто на интервью делает заявление, что он завтра вообще всю Теслу выкупит и сделает ее частной компанией, все акции летят к ебеням, и все в ахуе, но никто ничего не может сделать, потому что это Илон Маск. Твич, это другая история. Они так хуёво делают, просто потому, что они прислушиваются к самой кричащей, вопящей аудитории. Вот кто больше всего кричит об угнетении, вот этот чувак, который, блять, мужик с хуем, переоделся в бабу, нацепил рога и говорит, что он олень. Вот, блять, он там заведует всеми этими модерацией, блять, ёпта, какой-то хуйней, хочет голосовой чат запретить, потому что это угнетение, типа, мужчины в нем, типа, доминируют, поэтому его нужно для всех запретить, блять, ёпта. Это же, ну это же ёбаная шиза, но представьте, как громко этот олень, блять, кричал, что Твич его услышал, блять. И они вот ко всем этим долбоёбом прислушиваются и творят такую хуйню. Вы знаете, что на Твиче есть репорты, что можно зарепортить за высказывания, которые были ни на стриме, ни на Твиче. Сечёте? Это первый сервис, помимо КГБ какого-нибудь, который, блять, следит за вами даже вне того, как вы на этом сервисе находитесь. Типа, вы просто скидываете какую-то хуйню и могут за это забанить, если вы там несёте какие-то недостойные Твича слова или утверждения, блять, ёпта. Ну вот возьмут просто, кто-то приоттачит и вас хуйнут на Твиче за нарушение вне Твича. Вы там, блять, вообще, что ли, блять, поехали, нахуй. Типа, это же, ну, лояльность стримеров. Любой стример уже обхуйсосил Твич, любой не стример обхуйсосил Твич. Часть на миксер ушла. Ну, похуй, что миксер сейчас разорился, но, тем не менее, часть ушла охотно на миксер, им там денег предложили. И даже если мы забудем про зажравшихся стримеров, блять, ну, аудитория же это всё ненавидит, блять. Ну, кому, кому, блять, понравилось, что какую-нибудь там папича, блять, банят за какую-то просто хуйню, за оговорку. Или Мэдисона за, блять, пистолет фальшивый, нахуй. Ну, ну, кому это, вот, женщине, мужчине, оленю, блять, ёпта. Типа, ну, таких же людей меньшинство, это всем понятно, даже в США, где они громче всех орут, но их же всё равно меньше, чем, блять, мужчин, женщин, типа, нормальных людей. Там не все, блять, трансгендеры олени. Так почему, блять, всем управляют трансгендеры олени, блять? Типа, ёбаный в рот, теперь нельзя... Теперь вообще, ты стример на Твиче, и ты не можешь не говорить ничего. Никаких запретных слов, там, ниггер, пидарас, что... Существует всего два пола. Ты не можешь говорить это даже, вот, на других каких-то стримах. Если ты получил бан, ты не можешь вообще стримить. Ты должен сидеть тихо, не появляться даже в гостях на Твиче у других людей, у друзей своих. Настолько тяжелое правило. И теперь ты еще не можешь заниматься сексуальными домогательствами. Что дальше будет? Твич будет проверять, почистил ли ты зубы? Или, прям, типа, ну, насколько тотальный может быть контроль за стримером, который просто использует эту платформу для стримов? Что он там делает? Теперь мы, блять, будем пожизненно банить всех, кто обвинен в сексуального домогательства. Ну, охуенно. Пиздец, просто. Даже мы разбираться не будем. Просто любого стримера обвините, все. Пермабан, нахуй. Баним со всеми его подписчиками, со всеми его достижениями, блять, фолловерами. Просто почему? Потому что, ну, вот так надо. Если какая-то... Вот помяните мое слово, сейчас понесется волна какая-нибудь, блять, ёпта. Типа, напиши в Твиттере, блять, про своего любимого стримера, что он тебя в каком-нибудь лагере, блять, в Новороссийске изнасиловал. И, блять, всё, нахуй, его сразу забанят, блять, ёпта. А если ты, блять, при этом еще и, как бы, мужик, и он тобой воспользовался, то ты еще, как бы, говоришь, что ты представляешь права ЛГБТ? и это было грубо, и ты любишь, конечно, когда тебя ебут, но не так, как тебя выебли, и тут-то они прям загорятся, и вообще всех перебанят, и всех друзей его перебанят, и в ГУЛАГ, блять, родители его отправят, блять, ёбаный в рот, Твич, а ты не охуел? И то же самое, кстати, в Голливуде, абсолютно то же самое происходит, то же самое происходит в компьютерных играх, то же самое происходит, блять, повсюду, меньшинства сошли с ума, они убиваются властью, если представить их, как Никсель-Пиксель, они уже не просто покрасили свои подмышки, они сняли, как они какают, и они требуют ото всех лайкать, и тоже выкладывать, как они какают, что нахуй вообще происходит, блять, когда внезапно, да, долгое время ненормальные, скажем так, по мнению большинства, люди угнетались, это было несправедливо, это было паскудно, местами доходило до убийств, до криминала, да, надо об этом сожалеть, нужно помнить эти моменты, но в какой момент они просто такие, все, теперь мы суперлюди, блять, мы, мы дохуя пережили, блять, все, нахуй, теперь до конца жизни я делаю, чё хочу, как будто, знаете, блять, пиздука какого-то отправили, в деревню, блять, к бабушке, нахуй, он там, блять, паскоров, блять, каких-нибудь, нахуй, ебашил, блять, работал все лето, и он вот, ну, типа, действительно не хотел, он хотел сидеть дома, играть в компьютер, и, может быть, родителям стоило бы прислушаться к его мнению, но он потом приезжает и такой, так, ну, теперь я буду целый год делать, чё хочу, я буду ложиться спать, когда, даже не год, я до конца жизни теперь буду делать, чё хочу, я буду ложиться спать, когда хочу, я буду есть, чё хочу, конфеты не конфеты, и не смейте мне, не смейте мне, после того, что вы меня устроили, этим летом, этой поездки, вообще не смейте ничего говорить, я буду играть в компьютер целый день, я в школу по субботам, блять, я и по пятницам ходить не буду, блять, потому что вы меня конкретно угнетали, я думаю, после этого последует не только, как бы, трудовое насилие, но и физическое, блять, а тут весь мир как будто подыгрывает вот им, как капризным детям, типа, ой, да-да, Эрик, Эрик, что такое, поросёночек, что такое, что, они, они, кто-то сказал про то, что ты не женщина, хотя ты мужик с членом, кто-то сказал, что ты не олень, что ты не можешь быть оленем, забаним их всех, лишим их источника дохода, работы, дискриминируем их на нашем ресурсе, как я же сармат завещал, вот, частая дискриминация, отберём у них всё, что такое ещё, что такое, Эрик, поросёночек, что-то ещё тебя беспокоит, А, кто-то сказал ниггер, кто-то сказал ниггер, просто его забайтили, а, ладно, какая разница, всё равно забаним на две недельки, пусть подумает о том, что нужно внимательнее донаты читать, нельзя говорить, ниггер, нельзя, что опять тебя беспокоит, Эрик, поросёночек, А, у кого-то есть девочка, кто-то пристаёт к фанаткам, Мы их забаним тоже, Эрик, ты, ты, главное, чтобы ты был спокоен, маленький, крикливый, ссыкливый, писклявый, мерзкий, вот, зачем вы обслуживаете, блядь, его, зачем вы обслуживаете интересы всего этого класса, который просто охуел, конкретно, они вот, вот вам будет урок твит, Сейчас, скриньте, как говорится, блядь, кто-нибудь, как только кто-нибудь из вашего руководства, или из вот каких-то флагманских стримеров, или из кого-то, кого вы вот защищаете, чё-нибудь накосячит, вот, про всё это ЛГБТ, неважно, про трансов, про геев, про лесбея, вообще неважно, Вот только-только кто-то оступится, они вам всё говно на вас вывалят, они нихуя не вспомнят, как вы банили, блядь, за то, что вы их защищали, нихуя, они сразу перестроятся, из вас сделают просто, блядь, ёпта, демонов нахуй будут вас в твиттере травить, блядь, ёпта, будут призывать, сразу же ебаные стримеры подключатся, типа, я ухожу с твитча, потому что их политика, блядь, и будут собирать на этом кучу лайков, у вас появятся конкуренты какие-нибудь, вот, вот к чему это приведёт, это неблагодарная аудитория, блядь, ёпта, это, эти нехорошие люди предадут нас при первой опасности, ну, точнее вас, а не нас.